Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Итак, партия слуга народа это банда негодяев, чья основная задача обокрасть каждого из нас. Вот это вот постоянное мародерство, быкование, вечное наплевательство на закон и конституцию, как в капле воды, отражаются в этом наглючейшем из всех китков законопроекте 56-55. Это закон про мисту будувания или о градостроительстве. Воровали, в принципе, у нас при всех президентах, при Кравчуке, при Кучме, у нас отлично воровали при Януковиче, при Красно, при Порошенко, но так нагло. А обдирать как липку свой народ, как при зеленой команде, еще никто себе не мог позволить. Это закон, который приняли, естественно, пролоббировали застройщики большие, которых как собак нерезанных в партии слуга народа. Они решили пойти на полный беспредел и, пользуясь монобольшинством военным временем и невозможностью выйти на протесты, их задача ограбить каждого из нас по максимуму, причем в длинную, не разово, а стратегически украсть у всех украинских избирателей. То есть они хотят принять, то есть это фактический закон, который вступит в силу. И завтра можно будет построить вообще не советуя с местной властью любое здание в любом месте. То есть местная власть вообще бесправна. То есть вы вообще никак не влияете на то, кто и что строит конкретно в вашем населенном пункте. То есть партия слуга народа выбила себе возможность лично на каждого из вас положить из-под хвоста. Причем еще вы же в этом будете виноваты. То есть они сделали так, что застройщики теперь не будут вообще советоваться ни с мэрией, ни с депутатом. Да чихали они на вас и на всех депутатов. Они себе узаконят парочку приватных разрешительных организаций. Причем там еще очень интересно, что для того, чтобы стать вот этим экспертом, личным экспертом этих застройщиков, надо внести, по-моему, 5 миллионов евро залога. То есть вы представляете, да, у кого есть сейчас деньги, чтобы внести 5 миллионов евро. Поэтому они вот этих карманных экспертов себе назначат 2-3 фирмы на всю страну и будут обелечивать всех, кто строится в принципе в нашем государстве. Вот от Львова до Харькова все будут вынуждены отлистать им за разрешение. А те застройщики, которые все это себе протащили, будут плевать на любые нормы строительные. То есть они с помощью своих карманных, собственно говоря, экспертно-оценочных фирм, они и разрешат себе любимым все. То есть любой беспредел, который им придет в голову. Допустим, в вашем населенном пункте есть там маленькие уютные коттеджики. И вдруг посредине ваших коттеджей они строят 16-этажное одаробало, которое нависает над всем коттеджным поселком. И никто им ничего не может сделать. Вы представляете, у вас в вашем населенном пункте, там в райцентре, там в областном центре, да, собственно, в любом селе или хуторе, они могут начихать на местцевую громаду. То есть мнение местных жителей вообще никого не интересует. Они строят любую этажность и сами себе на это, через карманные фирмы, выписывают разрешение. Я думаю, что где-то далеко под Ростовом Микола Яныч Азаров вместе с Януковичем реально чисто фигеют без баяна и говорят, а что, разве так мощно было? И вот теперь наш героический зеленокомандный президент делает вид, что я не такая, я жду трамвая, я тут вдоль Бахмута езжу, и делаем вид, что я великий герой современности. А в это время его подельники нагло обирают всех нас. Потому что закон 56-55, это не просто издевательство над правами всех украинцев. Это просто ограбление века, которое принято в качестве закона. Послушайте, ну, честно говоря, так класть на конституцию из-под хвоста, как это делается при Зеленском, причем им самим непосредственно очень часто, никто себе даже близко не позволял. Меня многое, что смущает, очень многое. Во-первых, кроме закона 56-55, вызывают большие вопросы закон 82-71. Это про вид поведальность войсковых. Вопрос в том, что я понимаю, что благие намерения, которыми услана дорога в ад, могут носить, чесаться у кого угодно. И кто бы этот закон не поддерживал, при всем моем уважении к заложному, и к тому же Лёше Резникову, я не понимаю, а работает ли у нас военная юстиция в стране. Объясните мне, пожалуйста, на пальцах, где она и каким образом, а если ее нет, то кто будет принимать эти решения? Наши коррумпированные суды, включая Печерский. Простите, ну, а у нас кто вообще, кто вообще возьмет это в свои руки? То есть у нас опять татаров, да, вместе с Ермаком, грубо говоря, будут вершить правосудие над теми, кто выходил на Майдан, над Добрабатами, над теми, кто пошел в армию. То есть по этому закону очень много можно будет а. наколбасить коррупционных схем, б. посадить людей, которые ни в чем не винны, ц. объясните мне механизм отработанный, и д. Ребят, я давно считаю, что, ну, там хорош или нехорош, по вашему мнению, Разумков, но в принципе, его и уволили-то, собственно, за что? За то, что он отказался все-таки по полному беспределу принимать законы в главном законодательном органе. Все-таки есть Венецианская комиссия. В конце концов, раз мы идем в Европу, то мнение европейцев по поводу закон очень важно. И если с одной стороны нам говорят, давайте посреди войны ведем техосмотр, ну, по просьбе, собственно, нас с вами, по просьбе трудящихся, да, давайте жизнь сделаем потяжелее, да, то есть, ну, все ж разжировались тут, у всех же ж бешеные доходы, надо еще и за техосмотр заплатить еще одна огромнейшая, дичайшая коррупционная схема. Ребята, у нас количество коррупционных схем во время войны не уменьшилось, а только увеличивалось. И, кстати, кстати, Венецианская комиссия высказала свое мнение по поводу назначения судей к КСУ, то есть Конституционного суда Украины, абсолютно однозначно. Но на ее мнение, «Зеленая команда» во главе лично с Зеленским опять-таки традиционно кладут из-под хвоста, то есть им абсолютно начихать, то есть им надо вот до конца своего срока, пока их сраными вениками и с саными тряпками не выбросили из власти и не привлекли к суду, накосить максимально, наскирдовать, куда они собрались сбежать, я не представляю, но, честно говоря, ну, я общаюсь и с теми, кто воюет, и с теми, кто волонтерит, я общаюсь с огромным количеством людей, просто, ну, в силу специфики моей работы и занятий вот теперешних, и я понимаю, что вот эта ненависть к собственной власти сдерживается исключительно военным положением, потому что, как только победа будет за нами, тут же мы начнем выстраивать нормальное, цивилизованное государство, в котором главенство закона и гражданского общества, я уверен, заставит ответить всех, всех этих наглых рип-престепом и негодяев, которые во время войны крысят, хомячат и подворовывают во всех возможных ипостасях, а вас я прошу не забыть подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте в соцсетях и, несмотря ни на что, всем миром мы уторбим все-таки окончательный бесповорот на Российскую Федерацию и победа будет за нами, потому что за каждым из нас не зажавеет. не зажавеет. Продолжение следует...